Вы бежите к магазину и надеетесь, что успеете до закрытия. Прохожие изумленно разглядывают вас с головы до ног. Кто-то спотыкается от ротуара, некоторые даже врезаются друг в друга. Внезапно в пожарный гидрант влетает машина, но никто не обращает на это внимания. Вы пробегаете мимо собаки, она начинает рычать. С каждым шагом ваша броня звонко гремит и лязгает. Как только вы входите в продуктовые, металлоискатели заходятся в оглушительном бои. Все непонимающие смотрят на вас. Вы направляетесь к отделу с молочной продукцией и начинаете искать глазами свое любимое молоко. Оно оказывается на самой верхней полке. Вы пытаетесь дотянуться до него, но это оказывается сложнее, чем вы думали. Доспехи начинают ударяться о продукты на полках и скидывать их на пол. На вас укоризненно смотрит работник магазина. Похоже, ему не очень-то хочется все это убирать. Поэтому вы, как порядочный и благородный человек, берете швабру и принимаетесь за дело. Но становится только хуже, и вы наводите еще больше беспорядок. Остается только тихонько уйти, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. В средневековье доспехи насели для защиты. В любом историческом фильме нам показывают, как рыцари, одетые в тяжеленные латы, ходят и ездят верхом. Может показаться, что в них было бы невозможно свободно двигаться, не говоря уже о каком-либо физическом труде. Такая экипировка весила в среднем от 20 до 25 килограммов. Не забывайте про шлем, который весил от 2,5 до 4,5 килограммов. Но самое удивительное, весь такой наряд легче, чем костюм пожарного с полным кислородным баллоном. Вы переходите в отдел с овощами и фруктами. Уж тут-то вы ничего не уроните. А нет. Упс, перед вами тут же появляется тот самый работник и одаривает вас гневным взглядом. Вы быстро хватаете все необходимое и направляетесь к кассе. Похоже, работницу кассы очень встревожил ваш внешний вид. Женщина очень удивляется, когда вы достаете маленький мешочек и начинаете отсчитывать золотые монеты. Кассир отказывается их принимать и объясняет, какая валюта в ходу в современной экономике. Но вы даже не знаете, что такое экономика. Немного поторговавшись, вы расплачиваетесь и выходите на улицу. Все внимание снова ваше. Кто-то просто с интересом наблюдает, кто-то фотографирует на телефон. Ваша кольчуга цепляется за фонарный столб и вам приходится приложить усилия, чтобы освободиться. Кольчуга состоит из сотен скрепленных друг с другом железных колец, из которых и получается прочная и относительно удобная металлическая рубашка. Ее специально делали таким образом, чтобы прикрыть практически все части тела. Производство кольчуги – дело нелегкое. Более тысячи лет назад кузнецам требовалось огромное количество времени, чтобы соединить крошечные металлические звенья. Помимо рубашек, кузнецы также делали накидки с капюшоном, перчатки, убувь и брюки. Кольчуга защищала все, кроме лица. К доспехам прилагалось что-то вроде кожаного плаща, доходившего до колен. Он обеспечивал еще более надежную защиту. А предплечья рыцаря защищали металлическими рукавицами, которые надевали поверх толстых кожаных перчаток. Итак, пора разоплачить расхожий миф. Рыцарям в доспехах не требовался подъемный кран, чтобы сесть на лошадь. Они проделывали это довольно легко и без всякой помощи. Пожарные в полном снаряжении могут взбираться по лестницам, так что сесть на лошадь было более чем возможно. Вы идете пешком до ближайшей остановки. Все продолжают разглядывать вас с неподдельным интересом, но шлем почти полностью закрывает обзор, поэтому вас не беспокоит внимание окружающих. Лица средневековых рыцарей были практически полностью скрыты. Оставалась лишь тонкая горизонтальная прорезь для глаз. Чтобы что-то рассмотреть, приходилось каждый раз поворачивать голову. Вы садитесь в подъехавший автобус. Водитель бросает на вас озадаченный взгляд. Наверное, он думает, что вы актер, который вживается в новую роль. Не расслабляйтесь, как только приедете, вам придется подниматься на холм. А через несколько столетий появились пластинчатые доспехи. Пластины соединялись подвижными заклепками и кожаными ремнями, и покрывали все части тела. Но даже будучи в полном омбудировании, вы все равно могли бы прыгать и выполнять различные упражнения. В целом, конструкция напоминала чешую рыбы. Конечно, вес брони значительно увеличился. Представьте, что вам нужно ходить, когда к вашим ногам привязано по 9 килограммов металла. Вот это тренировка. Хорошо, что вы отдали свои пластинчатые доспехи в химчистку. Вернее, кузнецу. Но даже без них идти в гору весьма и весьма тяжело. Смотрите, старички идут быстрее вас. Наконец, обливаясь потом, вы добираетесь до самой высокой точки. Еще несколько кварталов, и вы дойдете до дома. Вы живете на восьмом этаже, и подниматься придется пешком. С каждым шагом вы чувствуете, как мышцы ног становятся больше и массивнее. Наконец, вы заходите домой и кладете продукты на пол. Осталось самое сложное – снять доспехи. В былые времена снимать экипировку рыцарям помогали оруженосцы. Но у вас есть только пес Мерлин. Вы достали бочку, наполненную песком и уксусом, сняли броню, положили ее в бочку и встряхнули. Ну вот, стирка кончена, к завтрашнему дню все высохнет. Надевать доспехи каждый день – та еще морока. Но в средневековье это приходилось делать в любую погоду. В жаркие летние дни сталь становилась обжигающе горячей, а под приливным дождем экипировка значительно тяжелела. Но представьте, что вам бы приходилось носить доспехи в наши дни. Вы на концерте, наслаждаетесь выступлением любимой группы. Вы выходите в вестибюль за напитками, и когда возвращаетесь, понимаете, что вас от вашего места отделяет огромная толпа людей. При этом в руках у вас два стакана с газировкой. И как же вам добраться до первого ряда? Пробираясь к своему месту, вы задеваете и царапаете всех вокруг, и, конечно же, все удивленно смотрят на вас. Начинает играть музыка, но никто не смотрит на группу. Все взгляды прикованы к средневековому дискошару, танцующему в первом ряду. Вы стараетесь развлекаться, не обращая внимания на тяжелые доспехи, но все это просто смешно. Мало того, что вы выглядите нелепо, спустя несколько минут ваша броня начинает скрипеть и издавать больше шума, чем музыканты. Теперь вы находитесь в торговом центре и буквально в каждом магазине сталкиваетесь с проблемами. Из-за габаритов в лифт вам не войти. К тому же никто не захочет стоять рядом с человеком в колючих доспехах. Вишенка на торте. Пальцы в перчатках такие толстые, что вы все равно не попадаете по кнопкам. Вы поднимаетесь на эскалаторе и направляетесь в ресторанный дворик. Счастью, все, что вам нужно сделать, это снять шлем. И снова все смотрят на вас. Глядите, рыцарь, поедающий гамбургер. Умора. Едите вы стоя, поскольку не можете усесться на маленький стул. Просто прекрасно. Ходить в спортзал нет никакого смысла, ведь снимая и надевая доспехи, вы уже получаете достаточную нагрузку. И забудьте про жим лежа. Как только вы устроитесь на скамье, обратно вы уже не встанете. Редактор субтитров А.Семкин